В Наринмаре в преддверии дня сотрудников органов внутренних дел между региональными силовыми ведомствами прошел турнир по футболу. Как прошли игры и кто одержал победу, расскажем в следующем сюжете. Угловой удар и уверенная игра вратаря. Команда разгвардии соревнуется в товарищеском матче по футболу с воинской частью. Для разгвардейцев это один из любимых видов спорта. Футбол это интерес естественно всей жизни, как и всех игроков нашей команды. Поэтому прекрасное мероприятие, надеемся на позитивный, к сожалению без зрителей конечно проводится с учетом ограничений, но надеемся на позитивный настрой всей нашей команды и полученные соответственно эмоции у всех участников. С первой секунды на футбольном поле разворачивается настоящее противостояние двух спортивных коллективов. Команда оранжевых именно в этой форме играет спортивный клуб армии. Служащие воинской части уже не первый раз встречаются с разгвардейцами на одном поле. Футбольный мяч перемещается от одних ворот к другим, но гол так и никто не может забить. Конец первого тайма, счет 0-0. Команды играют на равных. Игра идет равная, по уровню игры одинаковая, все мышцы соперник. У нас постоянно противостояние с гвардией идет на многих турнирах, не только на силовых структурах, но и окружных городских соревнованиях. Посмотрим, кто победит. Именно футбол собрал на одном поле команды из разных силовых ведомств. Игра на поле показывает не только хорошую физическую подготовку, но и сплачивает профессиональные коллективы. Футбол, в первую очередь, командная игра. В футболе один никогда не победишь, поэтому это всегда идет в сплочение коллектива. Футбол, опять же, основывается на доверительных отношениях между друг другом. Нужно понимать товарища, своего напарника, так скажем, по команде. Поэтому это только положительно оказывает влияние на коллектив, которым ты играешь и которым ты потом работаешь. Игра в футбол – это не просто слаженная работа игроков на поле, это и новые эмоции. Хороший способ отвлечься от трудовых будней и собраться вместе со своими коллегами в неформальной обстановке. Каждый новый турнир – это что-то, новые эмоции, новые впечатления какие-то, новые организации. Это очень интересно и нужно, я думаю, для развития спорта в регионе и поддержания пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и населения. Помимо разгвардии и воинской части в состязании приняли участие сотрудники полиции и МЧС. Футбольный турнир проходит уже не первый раз, но игра на кубок начальника управления внутренних дел прошла впервые. В канун празднования Дня сотрудников урока внутренних дел, который состоится 10 ноября этого года, Управление МЧС проводит соревнование по мини-футболу в Нинецком автономном округе на кубок начальника Управления МЧС по Нинецком автономному округу. Соревнование проходит при поддержке губернатора Нинецком автономного округа и спортивного общества «Динамо». Первый футбольный турнир состоялся и дал старт новой традиции. Единственное, что не хватало участникам, это поддержки болельщиков. Из-за острой эпидемиологической ситуации матч прошел с соблюдением всех мер безопасности. Теперь ежегодно в преддверии праздника все силовики будут встречаться в неформальной обстановке и бороться за переходящий кубок. Ну а по итогам противостояния победу одержала команда воинской части.